Пациент Дмитрий в Видновском центре экзопротезирования уже около пяти месяцев. У мужчины нет правой ноги. Благодаря высокому профессионализму врачей сегодня Дмитрий уже уверенно передвигается с помощью механического протеза с карбоновой стопой. Совсем скоро его выпишут из клиники и постепенно он вернется к обычной жизни. Большую роль в восстановлении здоровья играет грамотно выстроенная реабилитация. Как ребенок, он учится заново в ходьбе и в этот момент и помочь пациенту, и правильно задать тот темп, тот алгоритм, где механика движения, это очень важно. Потому что если будет это все происходить не в той форме, неправильно, это и избыточная нагрузка и на смежные суставы, на колени, на тазобеды, ну и подскочек на весь позвоночник. Поэтому очень важно задать правильную реабилитацию в условиях вся задумка на создание нашего центра. Этим и многим другим как раз и занимаются в центре экзопротезирования, который был создан на базе Видновской районной клинической больницы. Аналогов ему нет. Он рассчитан на то, чтобы в принципе всех пациентов реабилитировать, у которых есть ампутационные пути, и верхних, и нижних конечностей. И не обязательно это будут военнослужащие. Тем более, что у военнослужащих есть свои госпитали. Но, однако, после того, как они комиссуются, после того, как они увольняются из вооруженных сил, им нужно будет дальше куда-то обращаться и где-то проходить ту самую реабилитацию. И в том числе периодическое протезирование проходить. Вот наш центр, он имеет такой вот основной функционал. Теперь всю необходимую медицинскую помощь маломобильные пациенты могут получать в одном месте. От формирования максимально удобной для протезирования культи до психологической помощи и поддержки. Если мы говорим про нижние конечности, то здесь надо будет, конечно же, и настраивать вестибулярный аппарат, потому что это совсем другая ходьба. Это совсем другое напряжение мышц. Поэтому для этого у нас есть все оборудование. В частности, для усиления мышечной силы и ампутированной конечности, и другой конечности сохраненной. Есть оборудование, которое позволяет с обратной связью, которое позволяет через компьютерные программы определить или настраивать правильную походку пациента. Все очень индивидуально, ведь зачастую ампутация конечности происходит быстро. Счет идет на минуты, чтобы сохранить здоровье пациенту. И не всегда культя формируется правильно. В Видновском центре экзопротезирование ситуацию исправляют и дают людям шанс на более комфортную жизнь. Юлия Пагасьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. ВиднетВ.